зрители приветствую тебя на моем канале woodward я стримлю почти каждый день всякие интересные мне игры они разные но иногда бывает если какая-то интересная игра мне наконец-то западет я в ней могу задержаться надолго вот такой периодически бывает будет приносил сезон условно то могу дбд очень долго играю в доту вот но люблю вот и что-то новенькое для себя попробовать потому что надо надо рано или поздно что-то наедает нужно пробовать что-то новое вот сегодня на это уже третья новая игра которая обозревает только за сегодня называется на виктория 3 от создателя на тоже очень известных парадокс парадокса делает очень хорошие игры тоже сходу не помню была игра я помню они сделали эволф может быть слышал в стиме как-то свое время была она бесплатная там где четыре охотника охотиться за монстром и типа ну ты можешь играть либо за монстры либо за охотников ну типа как дбд только такая активная она мне кстати на тот момент очень нравилось но почему-то ее прикрыли эту игру потому что дать не приносила на таких финансов как ожидалось потому что она была абсолютно бесплатная и все доходы на нее получали только от монетизации покупок внутриигровых они там как были давли далеко не обязательными то есть персонажи в основном они были бесплатные вот и только внешки типа ты мог покупать а это как бы вот такое очень жалко что открыли хотя слышал ее вроде как и вернули в стим у меня даже может сейчас будет поиграть вот кстати надо позвольте я прямо сейчас посмотрю есть нет и в россии можно я бы кстати сыграл бы его его я бога что в магазине мне ее не выдает такая с библиотеки и чекнуть а вот и волк стоит 2 да есть она после запуска меня было 16 ноября 2016 года то где-то принес новость слышал то ли ее просто собираются снова открыть то ли чего блин уж поставить 20 гигов висит дата выхода 10 февраля 2015 года страница в магазине она товар недоступна в вашем регионе а нет без вас его не было никогда то вы не сможете кстати нажму установить пусть пусть качнется справа не лучше время время стрима что-то качать я поставлю на паузу но как бы пусть будет я вам как-нибудь на стриме покажу как она играется как бы разработчики вроде как открыли сервера то есть те кто еще хочет играть могут играть просто обновление там больше нет но она и без этого как бы весьма неплохо вот там наружу кажется за 7 лет все нереально качнулись даже за 8 вот но че поделать так ну все поговорили по философствовали и хватит переходим к обзору викторию 3 лан чуть-чуть еще упомяну только что буквально пять минут назад стримил игру kings в баунте 2 савера какая-то такая хорота короче игра тоже как мне когда я открыл абсолютно не понравилось это что-то какая-то не какая-то недоразвитая цивилизация до боев он короче ну мне прям фой просмотрю на игру и прям фу вот хотя вроде как народ хвалит ее она от неплохой студии наш q nordic но тем не менее я не я просто не не хочу в такое сейчас играть может быть когда-нибудь и то нет если я захочу во что поиграть что-то подобное я пойду либо в цивилизацию кстати галактическая цивилизация выходил я так и начинал не играть ну наверное просто не и время либо я подожду пока этом какие дополнения выйдут они обязательно выйду в цивилизации сами знаете дополнение просто миллион вот когда круг какой крупное дополнение там если выйдет как в обычно 6 цивилизации я тогда пойду попробую постримлю разберусь в ней хотя в 6 цивилизация неплохо все время разобрался играла по сети и почти за каждую компанию даже по несколько раз он изначально уж точно поиграл так что посмотрим что из себя представляет виктория 3 слышал в интернете очень много все кричат что какая крутая стратежка все дела я большой любитель стратегии но больше таких каких-то боевых не ну пошаговые тоже но они должны чем-то цеплять чем-то просто вообще сам начал ничего не цепанул там никакой не предыстории никакой но ничего такого не было чтобы я в не остался сам началом я толкнула так в настройках вроде все какое заглаживание нафиг нужно сложный портретов пускай будет качестве теней все остальное пускай на максималка будет окей так новая игра цели игровое обучение экономическое превосходство гегемония хотя бы показываю рассказать что такое песочница допустим игровое обучение рекомендуемые страны швеция бельгия чили персия видите тут уже хотя бы хоть какой-то такой вот обучение есть что-то какой-то рекомендуют пройдите компании проделать испытания которого могут улучшить понять игру и механики так после потери финляндии лично будущем бельгия чили персия начале века о российская империя отняла у персия несколько территорий государства до сих пор не оправилась от потери сумеет ли но восприятие вернуть себе статус в дикой державы конечно сможет как бы персия но как бы россия а или нет это мы теперь будем играть за персию против россии наверное которая у нас забрала что-то раз другого нам не предлагают пока что будем до любого страна уже выбрана допустим пускай посмотрим как она со старта будет выглядеть так ну тут что-то выглядит она уже чуть по привлекательный интерфейс хотя бы карта пока непонятно тогда про пожалуйста готов в эпоху прогресса та 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 шах персия промышленный революции блин субтитрами побольше конечно такому городе кран здоровые читать все или чтобы какой-то тот самый пульсио как в этом тропика который тебе в целом основу хотя бы все рассказывают виктор это виктория 3 позволяет вас давайте укрепить и прославили государства викторианской эпохи вашими основами инструменты станут экономика и политика проделайте внешние и внутренние препятствия построить и общество своей мечты политик экономика дипломатия война страна и население вот пойдет все политика экономика дипломатия и война но будьте осмотрительны вашего народа есть свои пожелания и соображение на каждый счет так как ваше решение непосредственно затрагивать жизнь населения подданное непременно попытается повлиять на вас виктория 3 динамический мех динамический механизм со множеством деталей где у каждого действия даже случайного есть последствия так и должно быть не обязательно заранее разбираться в устройстве игры не торопитесь учитесь на собственных ошибках и вскоре станете гениальным политиком спасибо вступление камер в с.д. удержит об чтобы вы за общей карты мира большая такая карта прикольно россия россия на третьем месте уже иногда вам будет попадаться подчеркнутый текст название светом выделения ли поднятие назову курсором вот это нам да не задержите курсор чтобы цепи таранку так выглядит подсказка да каждый из трех типов потенциально соответствует определенному так как он это видно но более-менее видно так каждый из трех типов потенциал соответствует с определенного качества бюрократия авторитет влияния допустим день казни идут на поддержку государственного аппарата вступление линзы в нижней части экрана производства развития политики дипломатия армия торговля щелкнуть любую клавишу допустим производства вот учет устроить можно но это прям тоже как цивилизация у каждой линзы есть свой режим карта конечно закройте линзу нажмите далее вступление пауза чтобы изменить скорость игры или поставить ее на паузу узнать как и пробел теперь очень испытания мы приснали игру чтобы дать вам спокойно дочитать и заморить вот так откройте панель дневника где панель дневника его лопала сколько всего так все понятно так расширьте пшеничные поля в области исаахан пшеничные поля ну вот подсказки тут прикольная типа туда краж дневник тебе дают задание типа построить пшеничные пшеничные поля в области исаахан сейчас пир один уровень из хан вот из хан найдете сооружение в области с ханова вкладке сооружения так допустим пшеничные поля вы сколько что-то всего зарплаты вот два допустим 30 недель они будут строить что ли все понятно хим стремится лучше отношения ну чё короче примерно что-то то же самое мне мне кажется виктория 3 получше поинтереснее будет она хотя бы по доброжелательнее к игроку вначале относится но опять же это не то во что есть сейчас хотел бы играть хотя она уже говорю мне намного больше так сказать как сказать ну короче намного больше нравится был к другой слов головы но так что наверное с этой игрой тоже пока что распрощаюсь потому что ну блин если бы опять же хотел играть во что-то подобное я бы поиграл бы в цивилизацию в цивилизации как бы можно опять играть обыграть переиграть за разные стороны будет разный геймплей но тем не менее он плюс минус она тоже нелегкая цивилизация но она хотя бы блин не знаю из всех вот этих вот почему-то в нее был интересен всего играть может быть потому что я в ней уже разобрался я просто понимаю что здесь перри разбираться заново это прям папа полная вот поэтому ну так вот выглядит эта игра куча 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 всего но мне очень жалко что чему-то разработчики игр в последнее время уделяет внимание именно таким вот стратегиям не может быть познавательная столица исторической точки зрения это хорошо история от отлично история видеоигры тоже вообще отлично надеюсь найдутся люди которому эту но будет интересно который будет учить там свои детей пусть так чтобы они понимали чё к чему происходит хотя тоже самое цивилизация тоже тоже все как бы есть тогда же компания если вы играете компанию за допустим за россию вам будут рассказывать что там было там допустим играть за россию за петра первого то можно играть и там как бы они тебя ведут по эта компания то есть там все ну предыстория есть то есть там именно постройки будет которая именно в этот момент были именно то что петр первый сделал там его фишки его слабость его плюсы который будет непосредственно игру влиять войска который будет с кем они воевали и соседние все это будет здесь это как бы тоже есть но она ну не знаю не знаю не знаю опять какой-то не боевое это игра примут именно политическая не хочу честно какой-то тут политики фигитики хотел бы ну знать что там знаю махаться но при этом с большим уклоном экономическим допустим можно конечно без него одно вы поняли пока что я в такое играть тоже не хочу поэтому этот обзор прошел примерно так же даже чуть-чуть быстрее хотя игра мне кажется опять же повторюсь лучше чем к на из балансе 2 вот если он нравится такие вот то есть она даже не градостроительная она вот просто именно какая-то больше политическая вот так что не знаю как вы могу марио рекомендовать из допустим она мне не зашла в общем вы для себя решите этот выбор ладненько с вами был как всегда алексей вудвард ставьте лайк если тоже считаете что эта игра интересно пишите комментарии почему или наоборот и если вам это вы уверены что эта игра допустим в нее уже наиграли там сотню часов и выиграли лёха да ты только попробуй там через час ты говорит себя это мне оторвать вполне может быть вполне может быть и не спорю но пока что без объяснений ну так вот как бы есть это обучение но их не хочется не хочется каким-то вот ну образом она мне не цепляет почему-то вот цивилизация со временем я цепанула не знаю почему может быть она вот на пороге обучения или еще чего-то уже что-то понятно ну там да там ты как бы выбираешь фракцию и тебе там уже опишется что в этой фракции ты перечитываешь фракции там интересно что там россияна там воинственная там такая-то там не таки особенные войска есть вот там плюс не там на северных площадях у них там производство культуры там увеличивается там бла-бла такое сякое у тех то 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 и ты это сам начало знаешь понимаешь вот а тут просто ну персию какой-то выбрал и все еще но персты ну вот пустыня и что-то кликай какой-то дипломатии добираться самому что-то там ну в общем не хочу все ставьте лайки подписывайтесь в общем посмотрите на твиче на ю тубе подписывайтесь на группу вконтакте кстати сейчас проводится там розыгрыш наушников поэтому народу еще подписчиков у меня совсем немного от этого тебе же только лучше шанс выиграть их будет очень даже большой так что найдешь это видео у меня на ю тубе вконтакте она тоже на стене есть в группе поэтому участвуй и побеждай все до скорых встреч а я сейчас буду стримить что-то другое на связь